Спасибо, добрый вечер. И я очень признателен организаторам этой лекции за организацию таких популярных чтений. Ну и вот еще благодарен за образ этого замечательного парня, который изображен с постера, который изображен на плакате, который напомнил мне, как в годы боевой юности на Камчатке мы отогревались в термальных источниках, сверху на нас падал снег, как те самые японские обезьяны. Ну, тем не менее, я вообще говоря, немножко испугался, когда увидел, что я выступаю не в геолектории, я сам геолог, геохимик, а биолектории, потому что полагаю, что вы гораздо более компетентны в вопросах биохимии, чем я. Ну и, соответственно, испугался тому, что вынужден буду рассказывать те вещи, в которых я не вполне так хорошо разбираюсь, как те коллеги-биохимики, особенно Армен Мукалджанян, который меня втянул в это дело. Поэтому лекция будет построена таким образом. Сначала я расскажу о том, какие геологические свидетельства сегодня мы видим о присутствии живых организмов в истории Земли, когда, какие процессы возникают. И потом я перейду, собственно, к той части, которая касается другого аспекта. Сначала то, что геология дает биологии, а потом то, что биология, как современный филогенетический анализ, дает нам представление о том, что же было на Земле в те времена, по которым, как я покажу, у нас нет достаточно геологических свидетельств. Дает нам интересного парня, этого общего предка, и можно реконструировать условия его обитания. И мы можем понять, где и когда в истории планеты такие условия реализовались. Ну и в конце, есть ли жизнь на Марсе? Вообще говоря, геология занимается дедукцией. Вы понимаете, что такое дедукция? То есть по следствиям восстанавливаем причины. Нам необходимо все-таки иметь эти следствия. И эти следствия в истории Земли появились относительно поздно. Организмы, имеющие скелет и оставляющие нам такие замечательные свидетельства, как вот эти вот трилобиты здесь показаны. Это кембрильские трилобиты, кембрита. Первый период фанерозоя. Фанерозоя, понятно, да, что это значит? Фанера. То есть явная жизнь. Фанерозой. Явная жизнь. И вы видите, что вообще-то говоря, геология пошла датировать сначала породы по последовательности тех организмов, которые были в них обнаружены. То есть по скелетам организмов можно понять, к какому периоду относятся те или иные породы. И таким образом геология послужила важным стимулом для развития представления об эволюции. Раз мы видим эволюцию в горных породах различных ископаемых организмов, значит она есть. И таким образом фанерозой весь изучен, разделен на периоды согласно тем комплексам фауны, проживающих в это время. А потом уже появились другие способы датировки при помощи радиоактивных изотопов. И сегодня мы знаем время. Это все началось 540 миллионов лет назад. Но Земля-то образовалась гораздо раньше. Образование Земли мы тоже довольно хорошо знаем, потому что выделение того вещества, из которого наша планета создана, от всей солнечной туманности произошло 4 миллиарда 540 миллионов лет назад. Вот так точно мы знаем образование Земли. Но вернее, как вы видите, не вполне образование Земли, а выделение того вещества в отдельную историю с отдельным развитием. Может быть, это еще не совсем планета была. И вот что получается. До Кембрии период, насчитывающий 4 миллиарда лет, практически не имеет каких-то ископаемых, и долгое время он рассматривался как темные века. Геология видела здесь лишь кристаллические породы. Ну вот вы видите, здесь изображен гнейз. Черные и белые полосы. Но это полосы не слои осадочных пород. Это полосы, это продукт перекристаллизации в ужасающих условиях, при высокой температуре и давлении. Это метаморфическая порода, которая ничего не содержит в себе от той породы, которая была изначально. Изначально это была глина. А теперь это вот такая странная порода, стоящая из темной слюды и светлых полос кварца и полевого шпата. Метаморфизм стер множество событий, которые произошли в До Кембрии. Ну вы видите, что все-таки и этот период разделен на крупные этапы, которые называются эоны. Это протерозой, первичная скрытая жизнь. И архей, который одно время даже назывался азой. То есть нет там жизни. Но потом, как вы увидите, такие следы были найдены и там. Ну и, наконец, самый ранний этап развития Земли, который был назван по-русски, это катархей. Ну а сегодня англоязычная версия хадей по имени греческого бога. Это самая ранняя история развития Земли. Ну и изучение До Кембрии, который сначала выглядел как совершенно неприспособленный для применения методов стратеграфии, постепенно с накоплением материалов начал давать результаты. И вот здесь показана прекрасная идиокарская фауна. Она не имела скелетов, но оставила замечательные отпечатки. Это возраст от 800-840 миллионов лет, да и более древние отпечатки. Тоже найдена там и хайнаньская фауна. Это такой период, который называется Венд, подразделение верхнего протирозоя, где действительно были найдены первые останки. Но дальше таких крупных существ все меньше и меньше, если мы пойдем дальше, вглубь времен. Ну и там находятся ископаемые, которые называются микрофасилии. Микрофасилии, особенно эукариотные микрофасилии, имеющие все признаки клеток, содержащих ядра, они довольно хорошо сохраняются. Они, даже маленькие клетки, вы видите их масштаб ничтожный, они, оказываясь в илах, покрываются различными минералами. Ну вот здесь сверху вы видите перит. Органика подверглась воздействию сульфат-редуцирующих бактерий, и образовался перит, который заместил формы этих самых клеток. Обнаружение древнейших эукариотных микрофасилий относится к возрасту 1800 миллионов лет, 1,8 миллиарда лет. А вот взрыв и массовое развитие эукариот – это 1200 миллионов лет. До эукариот были прокариотные организмы, которые тоже сохраняются, но хуже. У них нет таких хороших оболочек. И вот я показываю вам отдельные микрофасилии, которые интерпретированы для нескольких периодов. Древнейшие. В них сомневаются. Это 3 миллиарда лет. В них сомневаются, но тем не менее в гидротермах, связанных с вулканическими постройками, встречаются филаменты тех организмов, которые можно считать сине-зелеными водорослями. Цианобактерии действительно хорошо изучены на рубеже 2 миллиарда 100 миллионов лет. И вот самые древнейшие микрофасилии, которые можно считать такими, это 3 миллиарда 200 миллионов лет, но в них сомневаются. Они настолько сильно перекристаллизованы, что останки трудно идентифицировать. До Кембрии было очень много строматолитов. Строматолиты — это слоистые камни. Вот один из примеров. Это относительно молодой строматолит. 1,4 миллиарда лет из Китая. Очень красивые постройки, которые интерпретируются как бактериальные маты. Они и сегодня есть. Они жили всю историю Земли. Древнейшие строматолиты известны с возраста 3,5 миллиарда лет. И примерно на рубеже 2,7 миллиарда идентифицировано, что в этих строматолитах шел кислородный фотосинтез. Это такой рубеж, который показывает нам, как менялась экология и как менялась биосфера Земли. Ну вот, собственно говоря, мы дошли до некоторой даты 3,5 миллиарда лет. Это комплексы древнейшие, где обнаруживается сама по себе жизнь. И это строматолиты, которые мы идентифицируем по современным постройкам, которые живут в соленых лагунах или в других не очень подобающих для современной жизни условиях. Ну, кстати, вы же видели, например, гизериты. Это тоже строматолиты, потому что это тоже минерально-органические постройки, в которых отложение минералов провоцируется жизнедеятельностью организмов. Следующая часть — это совсем измененные породы, но мы в них находим изотопные свидетельства того, что жизнь при этом поучаствовала в образовании минералов. Ну, сегодня вы знаете, значит, вообще вы знаете про изотопы и знаете про то, что живые организмы в ходе своего метаболизма умеют разделять изотопы так сильно, как никакие абиогенные процессы не могут. И это происходит потому, что организмы всегда используют небольшую энергетическую выгоду, которая проистекает из-за того, что легкий изотоп, ну, или молекула с легким изотопом двигается чуть-чуть быстрее при той же температуре, чем с тяжелым. Вот эту разницу они умеют извлекать, и поскольку все организмы-то существуют за счет метастабильных состояний вещества, то возникает чрезвычайно большое фракционирование. Как нам узнать, что в данном случае даже мы не видим никаких уже признаков жизни? Все минералы стали метаморфическими. Как нам узнать, что в этом случае происходила жизнь? Ну, сегодня мы знаем, что растения, производя фотосинтез, захватывают 12-й изотоп углерода чуть-чуть предпочтительнее, чем 13-й. И поэтому происходит сдвиг изотопного состава, и продукты фотосинтеза, органическое вещество, более легкое, обогащенное 12-м изотопом, чем тот самый углекислота воздуха, который использовался растениями. Во что превратится потом, при метаморфизме, это органическое вещество, в графит? При метаморфизме органика переходит в восстановленную форму углерода графит, а карбонат мы видим по углекислоту, по карбонатным минералам. И если мы в породах, а это один из древнейших комплексов Земли в Гренландии, Исуа, если мы видим там разницу, похожую на современную, между графитом и карбонатом, то мы можем не очень смело утверждать, что эта разница проистекла из-за того, что происходил фотосинтез, и именно живые организмы привели к разделению изотопов. Ну, второй процесс — это сульфат-редукция, восстановление, ну, вернее, использование сульфата в качестве окислителя для деструкции органического вещества. Это такой и сегодня проходит процесс, всегда он проходил в истории Земли. Но первые свидетельства, показывающие разницу между изотопным составом серы, сульфидов и сульфатов, приходятся на рубеж 3,5 миллиарда лет. Ну, и на рубеже 2,8 миллиарда лет мы видим свидетельства того, что образуется метан биогенного происхождения, который тоже обогащен легким изотопом углерода, и там очень сильный изотопный сдвиг, гораздо больше, чем происходит при фотосинтезе. Поэтому сегодня мы видим, что уже 3,8 миллиарда лет назад жизнь на нашей планете была и оставила свои признаки в виде смещенных изотопных составов. Правда, к сожалению, метаморфических минералов. Пожалуй, 3,8 миллиарда лет – это древнейшие горные породы, которые мы нашли. И, в общем-то, нет шансов на то, что в дальнейшем мы найдем еще более древние породы. Сегодня известно примерно 8 или 9 таких древнейших комплексов с возрастом 3,8 миллиарда лет. И, видимо, это все. Это все, что нам осталось от прежних биосфер, от тех горных пород, которые в дальнейшем на протяжении геологической истории испытывали метаморфизм, переплавление, размыв. Горные системы размываются водой и переотлагаются заново. И, видимо, это предел тех методов, которые может предложить геология для исследования истории Земли. Ну, вообще говоря, я должен, конечно, показать, самое древнее вещество Земли – это не горная порода. Горные породы не сохранились через рубеж 4 миллиарда лет. Видимо, ни одна горная порода не сумела пройти, ну, вернее, не дошла до нас. Древнейшее вещество Земли – это циркон. Это минерал силика циркони, который страшно химически устойчив во всех геологических процессах. Он не растворяется в базальтовом расплаве. Он не растворяется в гидротермальных растворах. Он устойчив при выветривании. В любом песке вы найдете цирконы, вымытые из гранитов, и которые хранятся до сих пор. И вот в одной из таких геологических формаций, это формация Джек-Хилл в Австралии, были найдены цирконы. Это породы довольно сильно метаморфизованные. Они прошли метаморфизм 3,6 миллиарда лет назад. Суровый метаморфизм. В результате чего? Это были пески, песчаники. В этих песчаниках были окатанные древние зерна циркона, и они потом обросли новым цирконом в ходе метаморфизма. Они на старый циркон, как на затравочку, нарос новый. И поэтому древнейшее вещество Земли это окатанные ядра цирконов из формации Джек-Хилл, возраст которых достигает 4,4 миллиарда лет назад. То есть не так много времени прошло с того момента, когда образовалась Земля. На самом деле, хотя вы видите на этом плакате, это исследованные зерна. Они маленькие. Они представляют собой доли миллиметров. Там линейная шкала, по-моему, 100 микрон. Вот эта линия. Они крохотные совсем зернышки. Но самое интересное, что мы можем увидеть внутреннюю структуру таких зернышек, используя, например, метод катод люминесценции, которые здесь показывают зоны роста цирконов. И вот внутренние зерна, представляющие собой окатанные обломки более древних пород, уже перемытых потом, есть древнейшее вещество Земли. Как ни странно, уже по этим таким незначительным фрагментам мы можем сделать огромное количество выводов. Например, первый вывод, что была уже сиолическая земная кора. То есть земная кора не базальтовая, а более кислая, потому что в базальтах цирконы образуются плохо. Там другая форма цирконе, там боделит, другой минерал. А чтобы образовались такие цирконы, нужно, чтобы были кислые породы, граниты, следовательно, уже тогда существовала гранитная кора. Это очень важное знание. Хотя мы только-только подбираемся по мере того, как методы локального анализа становятся все тоньше и тоньше. Мы можем анализировать изотопный состав внутренних частей, вот этих крохотных цирконов в точке. И поэтому это древнейшее вещество. Но, к сожалению, эти цирконы никакого отношения к жизни не имеют. Попытки выделить какие-то атмосферные газы из них пока не очень убедительны. И вряд ли это будет той важной информацией, которая даст новый прорыв в вопрос, была ли жизнь в это время. Ну вот, собственно говоря, мы дошли до предела, дальше которого геология не позволяет заглянуть в историю нашей планеты. Никаких свидетельств не сохранилось. И дальнейшая часть проистекает из другого знания, из соображений, скорее, космогенических об строении Земли. Ну, собственно говоря, образование Земли произошло в результате аккреции планеты Земали, таких небольших небесных тел. И, по всей видимости, опять же, здесь начнется вопросы. Я буду вам признателен, если вы мне зададите вопросы, а почему мы так думаем? Потому что здесь очень важно. Многие вещи, о которых я говорю, не являются истиной, и они спорны. Я излагаю лишь одно из возможных соображений о происхождении и образовании ранней Земли. Важно, что Земля не образовалась сразу, а образовалась в несколько этапов. И первым этапом было образование недоземли, небольшой относительно планеты, ну, как 0,8 массы Земли, в которой произошло разделение на мантию и железное ядро. Ну, вот вы видите на этой иллюстрации из книжки ранняя Земля. Нарисована Земля в разрезе, и там выделяется железная фаза, а метеориты, как вы знаете, содержат в себе металлическую фазу, железо-никелевый сплав, тяжелый, который выделяется внутрь планеты, выделяя довольно много градационной энергии, приводящей к плавлению полному или частичному мантии. И здесь возникают уже дальше вопросы. Было ли полное плавление, был ли магматический океан на Земле? Многим нравится эта идея, мне нет, потому что к этому магматическому океану неизбежно прилагается очень плотная атмосфера, обеспечивающая, правда, парниковый эффект, для того, чтобы океан тут же не остыл за счет излучения в космос. И главное, нам нужно насытить этот магматический океан летучими компонентами. Почему так? Потому что мы можем совершенно четко утверждать, первичная атмосфера Земли была утеряна нашей планетой, если она и была. ну естественно, что в этих ранних условиях аккреции нет никаких условий для жизни. Следующий этап образования Земли связан с тем колоссальным событием, которое привело к образованию Луны. Примерно 4,5 миллиарда лет назад образовалась Луна за счет столкновения Земли и Теи, как называют эту планету, размером с Марс примерно, которая образовалась на орбите Земли, в другой точке Лагранжа. Это модели, космогенические модели. Но почему мы считаем, что Луна образовалась именно таким образом? Потому что по изотопному составу Луна и Земля абсолютно одинаковы. Ну, вернее, не одинаковы, но производные одного и того же состава. В отличие от других небесных тел. Потому что многие метеориты несут на себе следы совсем других изотопных составов. И здесь главным является изотопный состав кислорода, который имеет три изотопа. И если два из них фракционируют, третий должен быть зависимым. И мы видим, что разные системы, которые можно говорить, это марсианские метеориты, а это прилетели свесты, они другие. А лунные метеориты, они проистекают из земного состава, изотопного состава Земли. Поэтому Луна и Земля получили из одного и того же резервуара. Есть, конечно, проблемы. Проблемы, например, Атея была из того же вещества. И как распределилось вещество двух планет при этом импакте, мы не знаем. Но, тем не менее, вот этот процесс мог привести к потере первичной атмосферы на Земле. и привел к быстрому охлаждению поверхности. Если нет атмосферы, излучение в космос быстро охладит любой магматический океан. Следующим этапом развития Земли был чрезвычайно важный этап. Это дегазация мантии и образование атмосферы и гидросферы. Образование атмосферы произошло не в результате аккреции, а в результате дегазации недр Земли. Вот наша сегодняшняя атмосфера произошла оттуда, а не была захвачена в результате аккреции. Вот я нашел картинку, которая хорошо иллюстрирует как на мой взгляд этот этап развития, где вулканы щитовые, ну не высокие, андезитовые, а именно базальтовые плоские вулканы. Есть немножко воды, много пара и вообще говоря, вся Земля представляет из себя колоссальную гидротермальную систему, о которой мы чуть позже поговорим. Следующий этап это поздняя тяжелая бомбардировка. Некоторые сомнения сегодня возникают, был ли этот этап на Земле, но базируется это на Луне. Вы видите Луну и на ней огромное количество кратеров. Эти кратеры имеют возраст около 4 миллиардов лет и считалось, да и сейчас, в общем, многие считают, что происхождение этих кратеров связано с тем, что в Солнечной системе случился гравитационный резонанс и неиспользованные астероиды были сорваны с своих орбит и отправлены вращаться разнообразным образом и вычищены более большими планетами. Вот на Луне мы видим сохранившиеся кратеры на Земле. Естественно, что эти кратеры не сохранились, но многие считают, что завершение этой поздней метеоритной вомбардировки и соответствует началу жизни на Земле. Ну и следующая история это эволюция биосферы. Все следующие события на Земле связаны с тем, что делала биосфера вполне уже серьезная геологическая сила, потому что на самом-то деле природе не нужны многоклеточные организмы для того, чтобы реализовать все геохимические функции биосферы. Все это может быть сделано микробными сообществами, что и было сделано. развитие биосферы привело к самой ужасной экологической катастрофе на Земле, связанной с тем, что в атмосфере появился кислород. Таким образом, метаболит кислород, выделяющийся в ходе фотосинтеза, отравил анаэробную экосистему. И это мы видим довольно забавными обстоятельствами в Архее, ну и в начале протерозоя. Происходил другой фотосинтез. Были странные процессы, приводящие к образованию железистых кварцитов. Вот здесь такой замечательный кадр, где хорошо видно, правда, это более поздние, по-моему, железистые кварциты, но это неважно. Это такие породы, в которых много магнетита, гематита, ну и силикатных минералов, кварца и других. Долгое время думали, как они образовались, откуда столько железа, но вот сегодня постепенно приходят к представлению о том, что это биогенное образование, образование довольно сложной экологической системы, потому что напрямую использовать железо в качестве для скидывания кислорода при фотосинтезе довольно сложно, окислять железо, поэтому, скорее всего, там было некоторое количество разнообразных организмов, которые образовывали экосистему и таким образом выводили железо из воды океана и из круговорота в биосфере, и вдруг железо кончилось. Железо кончилось, что делать? Да, кстати, интересно, что молекула хлорофила сама по себе дает потенциал 0,3 вольта. Этот потенциал как раз соответствует окислению железа от 2 до 3. Что пришлось сделать? Ну, вы знаете, пришлось сделать хлоропласты, то есть сделать батарейку, чтобы получить 1,2 вольта для разложения воды. Вот они разлагались воды, в воду выделился кислород. Это был долгий процесс. Он происходил, по всей видимости, на Земле местами, временами, где были удачные обстоятельства для этих экосистем. Это заняло огромное количество времени, почти близко к миллиарду лет, но, тем не менее, испортили они прежнюю экосистему, и вымерла анаэробная экосистема Земли. Хуже того, они сделали еще страшную вещь. Дело в том, что в анаэробной атмосфере было довольно много парниковых газов. Главный из них метан. Метан хороший, лучший парниковый газ, чем углекислота. Гораздо сильнее поглощает инфракрасное излучение. И, собственно говоря, когда появился кислород, метана, конечно, не стало. Что произошло? Произошло охлаждение Земли. И начались страшные глобальные оледенения, где следы оледенения видны даже в тех частях блоков, которые в то время находились на экваторе Земли. Такое геологическое движение тоже можно реконструировать, используя палеомагнитные реконструкции и понять, где находился тот или иной блок. Ведь он сохранил в себе первичную намагниченность пород. тогда, если он, конечно, сохранил, то тогда мы можем восстановить, где он был. И вот, по крайней мере, два Гуронское и позднепротрозойское оледенения привели к тому, что Земля была вся покрыта ледниками, а, по всей видимости, океан был проморожен на глубину километра два. В это время, конечно, жизни пришлось тяжело, но она выжила. Хотя развивалась не очень гордо. Что важно, есть еще одно небесное тело, это спутник Юпитера, Европа. Вот оно, тоже ледяное тело, внутри каменное ядро, примерно с такими же пропорциями океана. Сноубол. Таким образом, дальнейшая история Земли — это эволюция биосферы. мы сегодня довольно много знаем о том, как живые организмы привели к таким ужасающим событиям в истории Земли. Но все равно мы не видим того самого участка истории Земли, который отвечает самому началу. и вот мне, как геохимику, конечно, следует прислушиваться к мнению Вернадского, Владимир Иванович Вернадский. Он утверждал, что жизнь зародилась в особых условиях, которые никогда больше не возникали в геологической истории. и эти условия создавались в догеологическое время и не являются проблемой геологии. Таким образом, в общем-то, это было мое мнение, что нет никаких геологических свидетельств возникновения жизни на Земле, и происхождение жизни не является проблемой геохимии, пока не пришел Армен Макуджанян. Потому что он показал, что есть новые методы, именно биологические методы, которые позволяют заглянуть туда, куда мы не можем заглянуть. Это филогенетический анализ. И, собственно говоря, тут лучше меня вы разбираетесь, как можно сравнивать все живые организмы, поскольку они содержат в себе генетическую информацию, мы можем выводить филогенетическое дерево, на котором здесь сидит Чарльз Дарвин. Ну, понятно, что если мы возьмем ДНК и будем его анализировать, то мы далеко не доберемся. Поэтому в свое время Карл Бебеза выбрал для сравнения последовательность РНК из РНК, которые позволяют сравнивать все живые организмы. Ну, вот такая РНК крутится. Красота. Ну, здесь вот я начинаю читать те вещи, которые знаю несколько хуже, чем предыдущие. Потому что, конечно, я понимаю, что такое РНК малые либо особенные субъединиться, но мне в мозгу требуется некоторая работа, чтобы перевести это на немножко понятный мне язык. Ну, мне понятно также, что РНК содержит как меняющиеся, так и консервативные участки, поэтому можно определить близкое и дальнее сродство. Ну, и, собственно, говоря, великоле от сродства и насколько сильно разбегаются организмы, показал первой работой два бактериальных генома. Вот Женя Кунин и, значит, они произвели этот анализ и всего 256 общих генов было обнаружено, то есть оказывается, что этот метод работает и выделяя эти участки мы можем предсказать, что именно здесь закодировано и какие функции эти белки выполняют в этих живых организмах. Ну, собственно, говоря, вы прекрасно знаете вот такое филогенетическое дерево, два больших домена, бактерии и археи, ну и эукариоты как более позднее приобретение, а зачем ядро-то нужно, зачем появилось ядро в клетке? Да, это проблема с кислородом, пришлось сделать защитный механизм, чтобы кислород не окислял ДНК, вот так устроен мир. Вот, а бактерии археи, это гораздо более интересные два домена, которые когда-то разошлись и сравнивая их, можно реконструировать общего предка. И вот этот милый общий предок, ну, который был здесь изображен на первом слайде, я думаю, он был назван Люка, как Last Universal Cellular Ancestral, и этот общий предок имеет одинаковые бактерии и у археи гены, закодированные в РНК. Ну, собственно, когда жил этот самый Люка, мы можем понять, таким образом, у бактерий и у архей разные механизмы фотосинтеза, следовательно, они разошлись уже после того, как появились нормальные фотосинтезы, но мы видим, что эти следы фотосинтеза, это Барбертон, 3-4 миллиарда лет, примерно это устанавливает предельный срок, скорее всего, они разошлись раньше, гораздо больше, чем 3-4 миллиарда лет назад. И, собственно говоря, мы вдруг видим общего предка в той эпохе, где у нас чрезвычайно мало геологических сведений. Что нам позволяет сравнительная геномика? Ну, мы смотрим на Люку, и вот этот коллектив авторов биохимики занялись вопросом, какие белки имеются в геномах всех клеточных организмов, поэтому Люка это клеточный предшественник, и провели работу, которая показала очень интересную вещь. Значит, они выделили примерно сначала около 20 общих белков, которые есть и у архей, и у бактерий, сопоставили их с базами данных, и установили соответствующие протеины, и их активные неорганические центры, и вот смотри, что интересно, среди 21-х, тут уже больше, а среди 21-х 12-х содержало в себе цинк. Но тут уж, извините, для меня был вызов, как для геохимика. Как цинк? Почему цинк? Почему цинк? Смотрите, смотрите, цинк, 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 да, немножко марганец, но цинк, почему, почему цинк? Собственно говоря, этого металла в природе не так много, да еще и в водных растворах цинк не такой уж подвижный, цинк, цинк, и цинк. Ну, биологам немножко проще, потому что у них сразу появилось понятие цинк-ворлд, и сразу стало ясно, зачем цинк? Ну, поскольку в это время в атмосфере Земли не было кислорода, то никто не мог защитить организмы от губительного воздействия ультрафиолета, но самым идеальным способом защиты является сульфид цинка, особенно наноразмерного масштаба. Вот, собственно говоря, если вы пользовались кремами против солнца, против загара, то эти кремы тоже содержат в себе наночастицы, ну, цинк сейчас не используют, титан в основном, это наночастицы, и, собственно говоря, эти наночастицы чрезвычайно эффективно миллиметровый слой сульфида цинка защищает как 100-метровый слой воды от ультрафиолета. Значит, они жили где-то в том месте, где защищались от ультрафиолета сульфидами цинка. Кроме того, сульфиды цинка могли быть и матрицами для синтеза белков, и активными центрами сульфид цинка чрезвычайно фотоактивен. Он может заряжаться, и эту энергию можно использовать. Первичный фотосинтез мог происходить при помощи минералов вместо хлорофила. Сульфид цинка вполне спокойно держит заряд некоторое время, потом разряжается. Таким образом, сульфид цинка и цинковый мир получилась очень интересная биологическая обстановка, которая для меня, как для геохимика, не была столь очевидна в это время. Ну, кстати, если мы рассмотрим глобальный анализ генов, что было дальше с цинком, то мы увидим, что разнообразные ферменты потом замещали цинк в себе железом. Мало цинка, мало в природе цинка, на всех не хватит, поэтому в дальнейшем в истории геологического времени, а здесь показано, как менялись разные железосодержащие ферменты, они потом забили цинковые и сегодня преобладают. Но парадокс, было ли в океане хоть когда-нибудь высокие содержания цинка? Ответ нет. Сегодня, когда у нас кислородная атмосфера, окислительные условия, серводорода практически нет в океане, то концентрации цинка максимальные и, в общем, очень низкие. А во времена, когда океан был бескислородный, атмосфера, по всей видимости, содержала сероводород, то цинк осаждался в виде плохо растворимого сульфида цинка, и никогда концентрации цинка в океане не могли быть сопостоимы с сегодняшними. А вообще говоря, они намного порядков меньше, чем концентрации цинка, цинк биофильный элемент в внутриклеточных жидкостях. Это нам память о том, что когда-то был цинковый мир. Но, видимо, наш общий предок нашел такие места, где было много цинка. Но сегодня есть такие места на самом деле. И это черные кулички. Вот на дне океана есть металлоносные черные курильщики. Вот черные. Они потому, что горячий гидротермальный раствор, который с огромной силой попадает в холодную океанскую воду, сразу из него выпадают сульфиды, железо, цинка, свинца, других металлов. металлов и выбрасываются в виде такого плюма в толщу морской воды. При этом вокруг таких построек иногда наблюдаются специальные зоны, где сульфид цинка отдельно оседает в виде тонкой белой взвеси. постройка черного курильщика, где происходит быстрый сброс сульфидов железа. Сульфид цинка более растворим, и поэтому он может немножко мигрировать в морской воде и образует такое кольцо из тонкодисперсных сульфидов цинка вокруг гидротермальных построек. Здесь температура пониже, это 200-300 градусов, а вот температуры горячих водок 350-370 градусов Цельсия, чрезвычайно горячие термальные воды, и, собственно говоря, вполне себе подходят для образования жизни. Да вот беда, только здесь прятаться не отчего. Все это происходит на глубине несколько километров, здесь нет света, здесь не нужно прятаться от ультрафиолета, здесь не нужен сульфид цинка для образования жизни, так как мы думаем из гипотезы цинк-поролд. И черные курильщики в таком виде, как здесь показаны, в современном виде, могут быть только на такой глубине. Почему? Понимаете? Ну, потому что, если глубина будет ниже, то температура воды, кипения, случится, кипение воды, и температуру такой достичь нельзя. И, действительно, есть более мелководные гидротермальные системы, и там, конечно, никаких таких эффектов нет, это только глубоководные, которые встречаются на глубине больше двух километров на дне океана. Таким образом, черные курильщики не вполне подходят для образования этого цинкового мира. Ну, собственно говоря, рассмотрение того, какие белки были у нашего общего предка, то мы видим, что есть белки разнообразные, но вот одной группы белков нет. нет тех белков, которые кодируют мембраны. Там чрезвычайно мало, опять же, это не мое мнение, тех биохимиков, которые работают, тех белков, которые умеют делать прочную мембрану. Поэтому люка выглядит, как некоторое существо, которое не могло поддерживать внутри себя полный гомеостазис и по крайней мере, да, какая-то оболочка была, способная удерживать крупные белковые молекулы, но вот поддерживать гомеостазис по минеральным компонентам, по ионам, по всей видимости, он не мог. и по всей видимости, это был даже некий консорциум отдельных клеток, которые умели обмениваться метаболитами и не могли выполнять все функции. И вот особенность нашего общего предка это несовершенные мембраны. А что это значит? А это значит, что эти организмы жили в среде, которая напоминает внутриклеточную жидкость. Вы же знаете, что внешнеклеточные жидкости по соотношению компонентов напоминают нам морскую воду. Это нам память о том, что морскую воду использовали первые наши многоклеточные предки, которые жили в морской воде, типа медуз. А нам досталась соответствующая кровь, которая больше, чем калия. А в внутриклеточной жидкости все наоборот. Калия больше, чем натрия. Много переходных металлов, много фосфора. И где такая среда могла быть? В океане? Нет. Высказывались идеи о том, что в океане должна быть больше калия, чем натрия, но геохимически это невозможно. Причина одна. Называется просто глины. По всей видимости, на всей истории геологической истории Земли на Земле устойчивы были глины, а глины не дадут калию накопиться в морской воде. Калий, более крупный ион, прекрасно сорбируется глинами и не накапливается сегодня в морской воде. Не накапливался и раньше. И по всей видимости идея, что калия было больше, чем натрия, неверна. Ну, собственно говоря, этим вопросом довольно много занимаются. Можно придумать некоторые обстановки, где калия будет больше, чем натрия. Например, при взаимодействии воды с некоторыми типами метеоритов. Ну, собственно говоря, можно сказать одно, что если мы посмотрим наемный состав внутриклеточной жидкости цитоплазмы, то увидим, что она чрезвычайно сильно отличается от химии природных вод на Земле сейчас. Ну, и по всей видимости, и раньше тоже, исходя из общих геохимических представлений взаимодействия вода-порода и растворимости разных минералов. Насколько древними эти свойства, когда появилась такая ситуация, по всей видимости, это очень древнее свойство, потому что состав цитоплазмы, что у археи, что у бактерий, по ионному составу однаковый. Следовательно, мы опять приходим к тому, что Люка по всей видимости, жил в той среде и сохранил нам память о том замечательном бульоне, в котором он существовал. как я уже сказал, ни в каких морских или океанских системах калия в истории Земли не могло быть больше, чем натрия. Поэтому первые клетки не могли развиться в морской воде. Я здесь нарисовал современную тектоническую схему Земли с океаном и там с вулканами, ведь зеленая трава растет. Специально, чтобы сейчас не застрять вопрос, а как это было тогда? Работал ли плейт тектоника? Собственно, первый вопрос, с которого все и началось. Биологи спросили меня, работала ли плейт тектоника в архее? На что я должен был сказать, что я не знаю, работает ли она сейчас? Конечно, работает, но море бесполезно для развития нашего общего предка. Не было там больше калия, чем натрия. Что остается? Ну, у нас есть континентальные гидротермальные системы, где есть и энергия солнечного света, и геотермальная энергия, и колебания температуры. Колебания температуры чрезвычайно важны для процессов поликонденсации. и на суше происходит разделение растворов две фазы, поскольку при низком давлении вода кипит, у нас получается, кипящая вода образует термальный пар, газовую фазу, а тот раствор, который откипает, он становится более концентрированный, более соленый, и получается разный химический состав. И вот оказалось, что паровая фаза, газовая фаза, состоящая, конечно, в основном из воды современных гидротермальных систем, она обогащена летучими компонентами, полезными для жизни. Это углекислота, сероводород, аммоний, они прекрасно переносятся в газовой фазе, а ненужный нам натрий остается в откипающем растворе. Ну вот, собственно говоря, вы знаете прекрасно, гейзеры, это вот пример таких кипящих систем на Камчатке. Ушедшая натура. Нет, там это, конечно, осталось еще. Термальные поля, кальдеры, вулкана Узон, где на самом деле происходит много интересного. Ну, на самом деле, есть огромное количество разнообразных возможностей для жизни. поскольку множество химических реакций, которые метастабильны, и можно на них существовать, живут хемотрофы разнообразные, там, теоновые бактерии, сульфатредукторы, огромное количество сероредукторы, железоредукторы, тут огромное количество биоразнообразия бактерий, напоминающих нам о древних временах. Ну, и, собственно говоря, вот наша работа была исследование химического состава этих термальных газов, и мы изучали став конденсата, и, разбирая такой состав, я вдруг обнаружил, что да вот же он, тот самый состав, где калия больше, чем натрий. Вот оказалось, что разделение компонентов между жидкой и газовой фазой приводит к тому, что газовая фаза обогащается калием. Калий более летучий, чем натрий, и в парах мы видим, что калий-натриевые отношения достигают восьми, а в воде всегда меньше единицы. Таким образом, мы видим удивительную возможность сделать тот самый маленький пруд, в котором может жить люка. Нужно лишь сконденсировать те самые пары, получить конденсат, его можно еще и упарить на поверхности, и получится очень интересный объект. Ну, посмотрим дальше. Что в этом конденсате есть? Высокие содержания цинка в термальных водах и конденсатах, бора, аммония, и вот конденсат газовой фазы, и оказался по всем своим геохимическим параметрам той самой средой, которая идеально подходит для нашего общего предка. Идеальная среда для возникновения жизни. Основная проблема. Смотрите-ка. Вот термальные растворы, смотрите, PH минус 0,28, минус 0,58. Это реальные значения PH. Бывает отрицательный PH? Всех спрашиваю. Конечно, бывает. Ведь PH это просто логарифм, десятичный логарифм активности протона. Если возьмете серную кислоту, то получите отрицательное значение, активность больше единицы. Конечно, минус логарифм активности. Таким образом, это действительно очень кислые воды, где кислотность создается серной кислотой. Ну, а почему серная кислота образуется? Конечно, потому, что сегодня у нас в атмосфере есть кислород. Кислород взаимодействует с сероводородом. Собственно говоря, в самих термальных водах немножко сульфатной серы есть. Чуть-чуть. Главная форма серы это сульфидная сера. И она сегодня окисляется кислородом воздуха с участием бактерий, конечно. Они очень любят этот процесс и на нем живут теновые. Образуют серную кислоту. И вот высокие концентрации серной кислоты сегодня делают жизнь на термальных полях невыносимой для организма. Все-таки слишком кисло. Нет там никого в этих кислых озерах. Поэтому если не было кислорода в атмосфере, то не было и таких количеств серной кислоты немножко было, но очень немного. И таких ультракислых растворов не было, поэтому мы выдали идею о том, что жизнь зародилась на термальных полях, где в условиях бескислородной атмосферы. и дальше естественно, что каждую такую теорию нужно протестировать на предмет, ну а как будут работать другие механизмы. на самом-то деле, если мы рассмотрим идею происхождения жизни, то огромное количество исследователей работает в другую сторону, не детективно по восстановлению по признакам того существа, а индуктивно. То есть какие механизмы могут привести к образованию, скажем, органических веществ, сложных сахаров из неорганических веществ, и как могут они между собой взаимодействовать с учетом самоорганизации этих молекул и образованием жизни вот таким путем. И там получается, что, в общем, многие механизмы действуют и приводят реально к образованию жизни. Ну вот один из таких механизмов это получение сахаров из таких простейших органических веществ. вот этот цикл, приложенный Стивом Беннером, одна проблема, он происходит, но обязательно медленно и время от времени сахара начинают карамелизироваться. Но не могут они ждать, пока цикл пройдет полностью. И, соответственно, нужно стабилизировать сахара. И вот стабилизация сахаров может происходить при помощи борной кислоты, которая образует комплексы с сахарами, например, с монитом, классический метод определения борной кислоты. И нужно много бора. Стив Беннер в свое время делает доклад он сказал, что если вы не можете мне подобрать такое место на Земле, где было много бора, то значит жизнь с Марса. Наша жизнь с Марса. Потом была даже интерпретация, что он сказал, что жизнь на Земле занесена с Марса. Нет. Он имел в виду, что если вы, геологи, не подберете условия, где было много бората, то значит жизнь не отсюда. Такая логика не совсем правильная, потому что мы можем посмотреть, это одна из наших сотрудниц, что в газовой фазе чрезвычайно много бора. Бор летучий компонент переносится в больших количествах, и это один из типоморфных элементов, которые обеспечивают термальные воды. Борная кислота типичный компонент термальных вод. Пожалуйста, вам бор. Ну, на самом деле, там много других было забавных вещей, о них сейчас я не буду рассказывать, но скажу так, что гетермальные поля обеспечивали водоемы с химическим составом, напоминающим цитоплазму, внутриклеточную жидкость. Они обеспечивали органические и фосфорные соединения. Кроме того, из термальной воды выпадают сульфидные минералы, ну, конечно, главный сульфид железа, но и сульфид цинка, может быть, сульфид марганца, которые являются мощными фотокатализаторами, которые, с одной стороны, защищают нашего общего предка от губительного воздействия ультрафиолетового излучения, а с другой стороны, возможно, позволяют ему использовать солнечную энергию для такого первичного фотосинтеза. Ну, и дальше концентрации растворов могут очень сильно варьировать, потому что термальные растворы могут упариваться до нужной концентрации. Это мы прекрасно видим на термальных полях, когда соседние водоемы имеют абсолютно разный состав, не похожи друг на друга. Великое многообразие составов, и таким образом, картинка, которая изображает бескислородные термальные поля, это некий пруд, предложенный еще в свое время Чарльзом Дарвином, дать мне такой пруд, где их бы не трогали, и там зародится жизнь. И в этот пруд стекали разнообразные продукты гидротерм, и образовывались разнообразные условия, великое многообразие, соответственно, образовывались пористые фазы, включающие вся сульфиды железа и цинка, среди которых и жил наш общий предок, предохраняясь от ультрафиолетового излучения. Потому что чем более тонкодисперсные фазы, особенно наноразмерные сульфиды цинка, прекрасно защищают от ультрафиолета, и нам не нужно 100 метров воды, достаточно очень тонкого слоя сульфида цинка. Но, кроме того, я уже сказал, что возможно гипотеза, что первые существа могли использовать эти фото активные минералы для производства каких-то своих биохимических реакций. И, собственно говоря, что мы видим? Мы видим и сегодня на термальных полях есть пористые маты, содержащие сульфиды металлов, разные другие минералы, которые имеют слоистую структуру и имеют очень хитрую, очень сложную экологию. Они все состоят из бактерий, ну, там и архий местами, которые взаимодействуют друг с другом, обмениваются метаболитами, происходит деструкция органических веществ, синтез верхней части органических веществ за счет фотосинтеза, глубже происходит их деструкция, получаются разнообразные продукты, ну, например, здесь черные это сульфиды железа, которые получаются от серводорода, который возникает в ходе сульфатредукции, а сверху железо окисленное. Сегодня этот мат находится, конечно, в кислородной атмосфере, что еще делает более интересное взаимодействие между организмами, поэтому он такой слоистый. Ну, вот эти природные микробные маты, которые мы наблюдаем сегодня на термальных полях, это и есть аналог того места обитания, где жил наш Люка. Но когда это было? Собственно, когда мы говорим о термальных источниках, термальных полях, то, конечно, мы должны говорить, что сегодня ситуация совсем другая, чем была в Докембрии. Она определяется тектоникой плит, мы не знаем, была ли в Докембрии тектоника плит, работала ли она, когда она запустилась, и вообще, была ли суша в это время? Были ли времена, когда суши не было? Возможно, все было покрыто водой, но был один период, когда мы точно знаем, что на Земле была суша, и эта суша была сплошной гидротермальной системой. Это период первичной дегазации Земли, который произошел очень быстро после образования Земли, образования Луны, и возник период, когда условия были почти идеальными. Вся планета представляла собой огромную гидротермальную систему. На возвышенностях выделялись пары и газы, которые конденсировались и образовывали лужи того самого гидротермального раствора, в котором так хорошо живется нашему люке. Рассолы выделялись в низинах, заполняя постепенно низменности. Когда-нибудь, конечно, через некоторое время эти рассолы поглотят места обитания нашего люки. Ну, что им придется делать? Ну, придется ему сделать хорошую мембрану, чтобы поддерживать внутри себя гомеостазис. Кто не справится, те вымрут. Да, потом придется сделать мембрану. Но сейчас это просто идеальное существование для нашего люки. Он был, видимо, абсолютно разный, в разных местах, и это позволило ему выжить в последующие события. Какие последующие события? Ну, во-первых, это заполнение океанов, и мы не знаем, осталась ли суша. Но смыло его в океан. Ну, кто-то обзавелся мембранами. Молодцы. Вторая неприятность. Видимо, жизнь прошла через угольное ушко, через эту тяжелую позднюю метеоритную бомбардировку, когда много было событий. ну, мы не знаем сколько, но жить было тяжело. Это дополнительно укрепило жизнь на Земле, и когда наступило уже более спокойные архейские условия, то мы увидели ту самую, те самые организмы. Ну, в результате, что мы видим, что на термальных полях по всей Земле, как в инкубаторах, поддерживалась приятная температура для возникновения жизни, она, в общем-то, не зависела от смены времен года, и геотермальные системы существовали чрезвычайно долгое время. Они существовали десятки и сотни миллионов лет, в общем, ограниченные только заполнением океана. Вот, если океан залил всю сушу, то вот это ограничило существование континентальных гидротермальных систем, но за это время наши персонажи сумеют обзавестись более прочными мембранами и сумеют заселить океан. Собственно говоря, сейчас мы подошли к тому этапу, что мы видим, что логика люки, логика существования нашего общего предка неизбежно приводят к нас к очень важному выводу, что жизнь возникла на нашей планете одновременно с возникновением гидросферы и атмосферы. И это есть великое планетарное свойство таких планет земной группы. Вот Земля показывает нам, что жизнь, атмосфера и гидросфера и биосфера и гидросфера и атмосфера образовались одновременно. И это дает нам возможность поразмышлять, а как быть с другими планетами нашей Солнечной системы. Земной группы, по крайней мере, и Меркурий брать не будем. Меркурий слишком близко к Солнцу, и атмосферы у нее нет. Вот Венера есть у нас. есть ли жизнь на Венере и была ли раньше. Вот Венера обладает очень плотной атмосферой, жутко мощной, вызывающей парниковый эффект, и она покрыта облаками. Облака это серная кислота. Если кто-то выпаливал до белых паров раствора серной кислоты, он видел, облака Венеры. Данный кадр сделан со спутника в ультрафиолетовом диапазоне, чтобы увидеть структуру облаков, где дуют колоссально сильные ветры, потому что Венера там еще и вращается, не как другие планеты. Она делает оборот вокруг Солнца вместе с оборотом вокруг своей оси, поэтому там ветер дует всегда в одну сторону. Очень плотная атмосфера Венеры, ну и парниковый эффект. Представляете себе, что такой парниковый эффект это превращение видимого света на поверхности планеты в инфракрасное излучение, в тепло, которое потом поглощается атмосферой, в результате чего в космос стекает излучение не с поверхности планеты, а с облаков, с гораздо более низкой температурой, определяемой радиобатой. В результате чего на поверхности Венеры 480 градусов и по всей видимости это еще не предел. Раньше было больше и это хорошо видно. Сегодня у нас есть карты рельефа Венеры, построенные при помощи радиолокаций, которые для радиолокатора все-таки оказалось, что облака Венеры прозрачные, стругацкие были неправые, если помните, страна багровых туч, неправые были, прозрачные. Но сделана карта и там на этой карте были обнаружены каньоны, здоровенные, как будто бы реки, но это не реки, это так текла лава. При этой температуре, при такой высокой температуре, базальтовая лава течет, как вода, размывая берега на многие десятки и даже сотни километров. Значит, температура была еще выше в те времена, когда на Венере работали вулканы. Это было довольно давно. Вот так бы выглядела Земля гипотетически, если бы в нее не жвахнула Тея и не сдула бы первичную атмосферу. Так что надо быть благодарными тому процессу, который образовал Луну. Поэтому на Венере возникновение жизни невозможно. Марс. Ну, Марс меньше Земли, там всего 11% грубо от массы Земли, поэтому, конечно, никакой плотной атмосферы первичной у Марса не было, не могло быть, да и удерживает он плохо. Но маленький Марс потерял еще и магнитное поле. Вы представляете себе, что магнитное поле Земли определяется наличием конвективных потоков в жидком земном ядре, а у Марса, видимо, там кончился тут слой, в котором происходила конвекция и кончилось магнитное поле. Это привело к тому, что солнечный ветер сдул с Марса атмосферу. Этот процесс начался примерно 3 миллиарда лет назад и с тех пор атмосфера Марса примерно 150 раз разлеженнее, чем земная. Но тем не менее, тем не менее Марс дегазировал. У него была ранняя дегазация, которая привела к образованию атмосферы. Процесс происходил подобным тому, как на Земле, но в меньшей степени земная мантия более дегазирована, меньше, чем наполовину, примерно на 40% земная мантия дегазирована. Марс где-то на 15-20% дегазирован. И что это означает? Что вполне возможно, что когда была первичная дегазация Марса, там была жизнь. Ну, наверное, вы все видели эти кадры. Это довольно давнишний марсианский метеорит. Там обнаружены А означает, что он из Антарктиды, Аленхилл метеорит, найденный один из немногих марсианских метеоритов. Тоже можете спросить, а почему они марсианские. И вот там обнаружен магнетит в таких странных выделениях, которые похожи на железобактерии, вернее, на магнитотактические бактерии на Земле. Вы знаете, что эти бактерии используют кристаллики магнетита нанометрового размера для того, чтобы сориентироваться в пространстве, потому что живут они на границе аэробной и анаэробной следы. Им надо знать, куда плыть. Поэтому они используют магнитное поле Земли для того, чтобы знать, как ориентироваться в пространстве. Хотя, правда, откуда они знают, в каком полушарии они живут? Не знаю, это для меня загадка, но, тем не менее, что-то похожее есть, поэтому есть вполне вероятные основания думать, что Марс был населен скоро об этом узнаем. И это очень хорошо, потому что поверхность Марса гораздо более древняя, чем поверхность Земли. Там сохранились породы, по которым сегодня ездят мерсоходы. Они чрезвычайно древние. И если там была жизнь, мы ее неизбежно найдем. Ну, собственно говоря, моя лекция подошла к концу. и выводом является простое заключение, что происхождение жизни это планетарный процесс, происходящий вместе с образованием атмосферы и гидросферы, и он является типичным для планет земной группы. Нужно только лишь сделать некоторые условия, а именно нужно, чтобы температура была нормальной для жизни. Спасибо. Микрофон, наверное, не стоит еще выключать. Если у вас есть вопрос, поднимайте свои руки, я к вам подойду. Всего один? Неужели настолько подробно все рассказывать? Андрей Юрьевич, спасибо большое, что вы привели такую интересную лекцию. И во время вашего доклада у меня возник такой вопрос. Во время столкновения Тея с землей должен же был остаться какой-то след на земле? Нет. Там все хуже было, потому что столкновение произошло так, что Тея фактически попало, проникло прямо-таки до ядра, а вот то вещество, которое было выброшено, по всей видимости, это в основном вещество земли. И поверхность с тех пор претерпела столько изменений, что, конечно, мы этого не найдем. Все было гомогенизировано и переплавлено. Не найдем. в нас Тея? В земле Тея? Ну, все объединилось. То есть сегодня все объединено. И у нас нет, мы не найдем отдельно вещество Тея, отдельно вещество Земли. Оно гомогенизировалось. Спасибо. В общем, если проще, представить расплавленный шар, в котором все перемешалось. Еще вопросы? спасибо большое за лекцию. А вот я хотел спросить, вы в качестве тех небесных тел, которые потенциально могут быть заселены жизнью или были когда-то в прошлом занесены, выбрали только Венеру и Марс. А есть ли в нашей солнечной системе еще какие-нибудь небесные объекты, тела, которые также теоретически возможны на них жизнь? Спасибо. У нас есть еще подледные океаны. Есть сноуболы типа Европы, где есть подледный океан. Очень интересная там может получиться экология, потому что Европа вообще находится в радиационном поясе Юпитера, и там вообще радиация жуткая, человек никогда не сможет высадиться на поверхность Европы. Жуткая радиация приводит к тому, что на поверхности Европы сульфат неожиданно, то есть в восстановительной среде сульфат, внизу среда восстановительная. Вот вам, пожалуйста, способ для жизни. Но я не знаю, вот я сейчас рассказывал о том, как зарождается жизнь на планетах земной группы. Тут другой процесс и другие соотношения. Та вода, которая есть на Европе, это не вода, которая пришла из недр этой маленькой планетки. Это вода кометная. Это другая история. Не знаю, как к этому относиться. Я не очень верю, что в этих планетах, Энцелад, или Европа, то есть в подлёдном мире есть жизнь. Это моё мнение. Спасибо. Но почему-то вот те вопросы, которые связаны с космогенией, больше вас интересуют. Я не очень их разбираюсь. Во-первых, хочу поблагодарить за лекцию. У меня возник такой небольшой вопрос. А до столкновения стей в первичной атмосфере Земли, в первичном её веществе кислород вообще хоть в каких-то маломайских количествах был, или он только потом появился. Ну, опять же, я отвечу так. Я не верю в первичную атмосферу Земли. Я думаю, что её не было, как и магматического океана. Это моя точка зрения. Она, ну, скажем так, можно найти некоторые подтверждения, но это вопрос веры. Но первичный кислород мог быть на Земле, потому что есть хороший способ получения кислорода, разложения воды. Разложение воды под действием ультрафиолета, либо радиационное разложение воды, приводит к образованию кислорода и водорода. Земное тяготение не удерживает водород. Поэтому первичный кислород какой-то был. Спасибо. Андрей Юрьевич, спасибо большое за такую интересную лекцию. У меня такой вопрос возник. Вы с профессором Мулки-Джаньян прошли таким оригинальным дедуктивным путем, в то время как другие исследователи, которые работают в этой области, идут индуктивным путем смотрят на сборку биомолекул в каких-то условиях, которые встречаются на Земле. И все, что было показано, было показано в условиях очень жесткого катализа. Большая температура, большое давление, породы с увеличенной активной поверхностью. Я правильно понимаю, что ваша концепция предполагает фотокатализ, как основной источник энергии, если вы говорите о том, что главное выровнять температуру. Вы знаете, я не уверен, что одно другому противоречит. Если мы посмотрим на индуктивные вещи, то увидим, начиная с опаринских построений, с идей о том, что рекурсоры для жизни могут формироваться, а потом из них получаются более строгие, более сложные молекулы, с разнообразными процессами. Получается множество процессов, которые ведут к одному и тому же результату. Мне кажется, противоречия здесь нет, потому что мы лишь показываем среду, где это могло быть, а среда это вся планета, а условия могли быть самые разнообразные. И тут рядом мог быть и лед, здесь кипяток, то есть все, пожалуйста, можно использовать самые широкие способ для того, чтобы думать о том, как получились прекурсоры, как получились большие биомолекулы. Лично меня это не сильно беспокоит, потому что меня волнует дедуктивная часть этого момента, она связана даже не с происхождением жизни. В конце концов, в общем, доказательства наличия жизни на Земле мне не нужны, они и есть. Меня волнует заглянуть в тот период истории Земли, который мы не можем увидеть геологическим методом. Для меня это гораздо ценнее, чем искать конкретные механизмы образования первичных биомолекул. Их много, я в них мало понимаю, но мне интересно увидеть тот мир, который мы не можем увидеть своими глазами. Понимаете, глаза геолога, когда мы видим трилобитов, сразу представляет за себя такое море, где эти рачки с глазками плавают, скребут по дну своими конечностями. Не помню, как называются. Это наш взгляд на вещь восстановить образ. И когда мы говорим о том периоде, который мы не можем увидеть, от которого остались несчастные циркончики, то вдруг у нас открывается мир, где мы видим вот эту самую поверхность Земли, сплошную гидротермальную систему, в общем-то нам знакомую, где происходят процессы, которые в дальнейшем будут иметь значение для всей истории Земли. Я об этом здесь не рассказывал, но для геологических построений это может оказаться очень важно. А жизнь произошла просто как побочный продукт вот этого эпохи. Хорошая была эпоха на самом деле, спокойная, без особых катаклизмов, действительно теплый маленький пруд, но возможно, что этим завершился сложный и в общем очень противоречивый процесс синтеза первых молекул. вот там завелся люка. Вот люка это клеточный организм. Он завелся в этом пруду. Что было до того, это более сложная история. Спасибо. Так, еще вопросы? Спасибо за лекцию. У меня вопрос такой. В результате программы Аполлон американцы привезли приблизительно около 400 килограмм лунного грунта. В том числе и раздавали в советские институты. Это уже история или еще можно выжать какую-то информацию из лунного грунта, которая сейчас находится на земле? Информацию выжмут и будут выжимать по мере получения новых методов. Но беда заключается, знаете, в чем страшная неудача лунной геологии. Американцы продумали целую кучу посадок, чтобы брать лунный грунт из разных мест, но оказалось, что представительность американских 400 килограмм и наших 400 грамм ровно одинаковые. Лунный груд представляет собой набор всех пород Луны. В чайной ложке лунного грунта содержится полная коллекция всех пород Луны. Из кусочков, конечно, 100 микрон, и анартозит, и базальты, и криппороды в каждой маленькой ложке. И поэтому их сотни килограмм оказались никому не нужны. В этом трагедия и кайф лунной геологии. Они поэтому сократили программу, что они ничего нового не привезли. Наши 400 грамм также представительны, или 700 грамм, также представительны, как американские. Так устроена Луна. Даже несмотря на то, что здесь материковая часть, здесь морская, все равно мы найдем и морские, и материковые породы. Большая часть, конечно, это будут импактиты. То есть это вещество, которое потерпело ударные метаморфии. Вся Луна ее разбила этим процессом. Хотя сегодня рисовали, почему была такая бомбардировка, рисовали, что был пик. Сегодня этот пик становится меньше, меньше, в новых моделях меньше, меньше, и постепенно он как бы выполаживается и становится как-то ясно, что чем древнее поверхность, тем больше там кратеров. Просто время от времени падают метеориты. На Землю, ну, как мы знаем, раз примерно в 200 миллионов лет жвахает какой-нибудь хороший метеорит, вызывающий глобальное вымирание. Обычное дело. Так устроен мир. То есть сегодня эта шкала стала более линейной, поэтому этот самый пик расползся и стал более широким. Но это все модели, то есть это модели, которые считают физики. Я на них любуюсь, но с ними не разбираюсь где-то до того, что. Так, еще вопросы? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ